Софья Гертнер первая ответила на вопрос специальной праздничной викторины. Как занятия спортом помогают в подготовке космонавта? Спорт помогает быть более организованным, сильным, созданным. Софья вместе со своими подругами, Камилой и Валерий, занимается спортивной аэробикой. Мечтает стать классной спортсменкой. В 2014 году в Сочи будет Олимпиада. Я буду болеть за наших спортсменов, за наших россиян. И думаю, в будущем тоже когда-нибудь поехать на Олимпиаду. Не в качестве зрителя, а в качестве спортсмена. Самые интересные вопросы задал ребятам почетный гость праздника. Омский факелоносец Александр Томозов. В молодости он окончил аэрокосмический факультет, работал над созданием летательных аппаратов. Параллельно занимался спортом. Сейчас активно пропагандирует оба направления. Проводит выставки, конференции областного и российского уровня. Делится знаниями со студентами и школьниками. Новые технологии, цифровые технологии, которые идут только через космос. И космос открывает для простых людей большие возможности в телевещании, в радиовещании, в телефонии. Это только то, что прямое и простое. Но исследования еще более сложные происходят. Юные амичи ответили на все сложные вопросы. Космический музей школы 55 уникален в масштабе России. Это своеобразная космическая энциклопедия. Более 5000 экспонатов. Ребята с удовольствием работают в специальных музейных кружках. И знают о новых космических разработках, цифровых технологиях, легких и прочных сплавах. Как они связаны со спортом. Я за то, чтобы спорт сотрудничал с космической отраслью. Я знаю, что наши саночники подписали договор с космической отраслью. Я за то, чтобы спортивный инвентарь совершенствовался. Я за то, чтобы наши спортсмены победили на Олимпийских играх. Каким будет продолжение праздника, узнаем 9 декабря, в день омского этапа эстафеты Олимпийского огня. Александр Томазов очень хочет, чтобы каждый омский школьник мог подержать в руках факел Сочинской Олимпиады. Владимир Стомин, Александр Филиппов, Антенна 7.